всем огромный привет сегодня продолжаю показывать вам свою коллекцию раскрасок и в этот раз будет вторая часть покажу вам все свои раскраски которые у меня есть от кирби раз за носом буду показывать раскраски в порядке их появления у меня в принципе две раскраски вот эти тоненькие у меня появились очень очень давно кирби раз за нас мне нравится как иллюстратор очень красивая у него рисовка но приступать раскрашивать эти раскраски я если честно боюсь потому что я еще такая неопытная но хотя знаете я как считаю что раскрашивать надо по душе по настроению вот эти две книжечки с односторонними иллюстрациями можно в принципе раскрашивать любыми материалами но мне нравится больше всего в кирби раскрашивать карандашами красивая рисовка не нужно думать по поводу теней тени у кирби все обозначены поэтому в принципе можно просто брать карандаши и от души раскрашивать нравится еще его разнообразные рисунки до первую книгу мы смотрим с вами фантоморфозы у меня здесь ничего не раскрашено ну хочется приступить к раскрашиванию думаю может быть даже попробовать акварелью ничего страшного все мы когда-то чему-то учились поэтому может быть я приступлю раскрашивать кирби фантоморфозы и геоморфозы я заказывала одновременно поэтому геоморфозы у меня тоже такая довольно старенькая лежит сам ой вот тут вот отпадают уже листочки они на перфорации представляете поэтому а так как книжица уже старая думаю когда я приступлю ее раскрашивать у меня конечно листочки все выпадут в принципе рисунки такие незамысловатые вот это единственное что у меня раскрашено ну раскрасила как смогла карандашами вот как смогла мне в принципе нравится это первый опыт не хочу ничего переделывать что-то закрашивать потом все равно так открыть и посмотреть как ты раньше раскрашивал на замечательная рисовка вот эти книжечки довольно такие тоненькие тут я пыталась что-то раскрашивать мне не понравилось знаете чем вот этими линнерами капиллярными ручками вот мне не понравилось я это все дело забросила но хотя у кирби достаточно мелкие детали что нужно подключать и гелевые ручки и капиллярные ручки посмотрите какая мелочь вот эти цветочки тоже можно капиллярными ручками если я когда-нибудь куплю себе такой хороший набор капиллярных ручек то я в принципе какие-то детали рассматриваю что в кирби можно раскрашивать капиллярными ручками ну вот это книжица одностороннее можно раскрашивать чем угодно тут ответы что можно найти в этих книжицах в этих иллюстрациях мифоморфозы такая уже толстенькая эти уже данные книжки у меня прошиты здесь ничего не раскрашено тоже замечательные иллюстрации очень красивые такие наполненные я бы сказала детализацией да очень детализированные такие мне нравится и мне даже вот как-то боязно к ним приступать хочется раскрасить красиво что все было ярко потому что посмотришь как раскрашивают другие конечно все нравится может быть в начале возьмусь раскрашивать по какому-нибудь мастер-классу это тоже интересно все же учиться надо посмотрите сколько много мелких деталей учиться надо чтобы выглядело красиво вот эти две иллюстрации мне очень нравятся такие как мифологические какие-то да вот это тоже иллюстрация с гномиками мне нравится разворотик такой поэтому очень красиво далее хрупкий мир вот такой с черепашкой тоже очень толстая такая раскраска она всем нравится больше чем остальные раскраски мне она тоже нравится здесь достаточно уже крупные такие детали красиво прорисованные животные очень хорошо прорисована шерстью кербин можно даже в принципе раскрасить акварелью потому что детали достаточно большие и уже проработать карандашами тоже но это надо все конечно уметь такую красоту раскрашивать вот какой разворот с волком до красивый тоже тут листочки цветочки посмотрите какая черепашка какая мелкотня на черепашку а вот это такое более крупная тоже красиво прорисованы проработаны попугаи вот это очень интересная работа мне нравится и слоник мне нравится практически все работы в гербе раза на 7 мне нравится поэтому надо только не боятся брать карандаши и пробовать уже раскрашивать вот эти тоже мне нравится работаем очень красивые прям приятные такие листы листы плотные и вот эти уже раскраски они не будут разваливаться они прошиты метаморфозы тоже не могла их не купить тут конечно уже много дудликов вот есть такие дудлики попадаются видите сколько сколько мелочевки такая красота тоже есть развороты в основном прям вот такие развороты очень много чего есть по раскрашивать смотрите сколько мелочевки я вообще вот эту всю мелочь раскрашивать люблю поэтому надо не бояться садиться и раскрашивать так это метаморфозы дальше у меня есть аниморфозы тоже книжечка прошитая хорошая тоже здесь очень много дудликов но они меня не пугают так как я уже вам говорила что мелочевку раскрашивать люблю еще надо вот что-то дорисовывать где-то тоже нарисованы иллюстрации очень очень даже красиво осьминожки мишка смотрите сколько здесь мелочевки по выкрашивать до карандашами вот например каждую 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 вот эту дудлинку нужно пораскрашивать есть более крупные такие вот эти прям я обожаю раскрашивать сов филинов эти красивые рыбки змеи носороги в общем красота красота так дальше мироморфоза у меня вот такая есть тоже книжечка прошитая очень красивая тут рисовка тоже обалденная я прям если сяду кирби раскрашивать то меня я думаю затянет я думаю затянет такая красота вот это мне очень нравится вот такие развернутые домики с такой детализации очень много мелочушки где-то я тут тоже что-то пыталась раскрашивать сейчас я вам покажу вот пыталась раскрашивать ну что-то мне кажется у меня получается не ярко некрасиво не знаю почему еще камера вот так передает да вот немножко как бы камера высветляет карандаш и не знаю в общем ну раскрашивать пытаюсь но тоже хочется чтобы было ярко красиво а получается вот ну что там нет по мне так не ярко не знаю может быть надо больше давить на карандаш вот эти мне очень нравится тоже ночью все иллюстрации в кирби мне очень нравится это мироморфозы так уже недавно я покупала землю мифов тоже обалденная тут рисовка но раскрашивать боюсь тоже рисовка классная такие все мифы даже есть баба яга такой слон змей какая-то рыба невероятные конечно красоты иллюстрации мне вот нравится абсолютно все нет такого чтобы сказать что вот эта иллюстрация мне нравится у кирби вот это вот не нравится мне абсолютно нравится вся рисовка но надо как-нибудь сесть взяться и попробовать не бояться попробовать его пораскрашивать я все как бы говоришься марина садись садись раскрашивать кирби но потом вот полистаю вот эту красоту посмотрите масштабы какие вот она баба бабка ешка какие масштабы да какие огромные развороты детализированные сюжетные вот так полистаю полистаю и как бы откладываю в долгий ящик есть у меня также грани разумного я бы назвала этот сборник это сборник из нескольких раскрасок кирби розанаса вот тут в принципе можно начать экспериментировать с кирби потому что рисунки здесь повторяются из других раскрасок и можно в принципе не бояться поэкспериментировать вот видите повторяется что я вам уже показывала других иллюстрации такие уже есть и поэтому думаю может быть вот в этой начать как в такой экспериментальной книжке мне ее подарили чему я несказанно благодарна рада что она у меня появилась меня нисколько не смущает что иллюстрации повторяются я как раз бы вот в этой книжечке вот можно экспериментировать как бы с различными материалами и учиться рисовать учиться раскрашивать красиво вот такой павлинчик там есть в книге и тут вот смотрите как интересно здесь можно брать как бы палитру и вдохновляться здесь есть уже раскрашенные работы раскрашенные работы разнообразными художниками вот брандау вот всякие разные да и можно в принципе посмотреть как раскрашена как раскрашивают вдохновиться вот и попробовать проскрашивать самой может быть в другой палитре в другом в других цветах но вот по данному примеру очень красиво на этот солнышко нарисовано палитра замечательная яркая но не вычурная я бы сказала да такая красота мне очень нравится очень ярко но не не аляпис то как бы так цвета подобраны идеально я так подобрать цвета конечно не могу но буду учиться красота просто красота и раскраска которую я выиграла в конкурсе от виолеточки вилет спасибо тебе огромное я попросила у нее вот такую раскраску тоже от керби у нас уже нельзя такие найти я нигде не могу найти наверно уже не сдаются раньше было очень много я не успела купить в свое время и вот я попросила у нее такую раскраску в качестве выигрыша от кербера за носом про дудликов она очень толстая прошитая односторонние листы прям как знаете только плотный картон обалденные листы и тут разнообразные изображения с дудликами смотрите тоже такая мелочевка а я тут уже тоже пробовал раскрашивать мне почему-то кажется прям карандашами у меня получается как-то блекло блекло не знаю что делать может кто даст какие советы как раскрашивать карандашами чтобы было ярко красиво такое мишутка в общем здесь я поняла какое-то изображение да и вокруг этого изображения много много дудликов которые напали до нападение как нападение дудлов очень мне нравится мелочуги возиться люблю в принципе тут иллюстрации такие не очень масштабные да видите прям даже не на всю страницу но много мелочуги состоящий вот из этих дудлов такую раскрасочку я выиграла чему я несказанно рада буду раскрашивать вот это моя любимица такая лягушка милая вот эти грибочки люблю раскрашивать тоже разнообразные грибочки это можно даже на хэллоуин раскрасить приурочить там каким-то да да там всегда можно найти в какой дате что правой вот это вообще рука мелочуга такая да прям мелочуга банки дудлы в банке смотрите мелочь 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 даже не знаю чем это раскрашивать не знаю и как бы красиво хочется сделать испортить не хочется милая улиточка такая в общем это все книги от кирби что у меня есть в наличии что-то их уже пыталась раскрашивать давайте мне советики буду всему рада подписывайтесь и всем огромное огромное спасибо